За последнее время количество автомобилей в городе резко выросло. Однако, потратив немалую сумму на своих железных коней, водители не спешат пользоваться услугами охраняемых стоянок и зачастую оставляют машины во дворах, под окнами. Ночлег машины в автокооперативе, по мнению многих водителей, не является гарантией безопасности, потому что красть машину угонщики умудряются и оттуда. Возможно, это одна из причин, по которой собственники не спешат оставлять свои авто в платных боксах. Надеясь, иногда лишь только на сигнализацию, водители бросают транспорт во дворах. Я оставляю машину во дворе своего дома. У нас охраняемая стоянка. Сторож сидит отдельно в будке. Машина находится под присмотром. Не каждый может приобрести гараж поблизости с домом по разным причинам. К слову, добротное место в подземном паркинге стоит полмиллиона рублей, а аренда – около 10 тысяч рублей в месяц, что не всем по карману. Что важнее – желание сэкономить или сохранить свою собственность. Ведь сейчас, по статистике ГИБДД, в неделю угоняют 2-3 машины с парковок во дворах. Участились поджоги и хищение запчастей. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, но пока говорит о положительных результатах рано. Хотя группу, которая занималась кражами и регистраторов, и навигаторов, удалось задержать сотрудников неведомственной охраны. Но, как показывает практика, на месте одной отрубленной головы появляются две. От стремления водителей сэкономить страдают и остальные жители. В последнее время новостройки возводятся с учетом количества жильцов, то есть с огромными проездами и парковочными карманами. Все бы ничего, но под детские площадки и зону отдыха горожан места остается все меньше и меньше. Как решить злободневную проблему, похоже, вопрос риторический, потому что парковку вблизи домов никто не запрещает. А уберечь автомобиль чаще всего поможет только собственный горький опыт. Яна Попова, Михаил Тырышкин, Дмитрий Новопашин, Владимир Селиванов. Местное время.